да друзья не успеешь кнопочку нажать а уже у нас тут 13 зрителей пришли на нас посмотреть так о наталья балаболком так о чем балаболки вообще ни о чем пятница тут у нас вообще такое дело как эта фигня называется супербол у нас тут все оцепили в общем народ съезжает со всей страны супер болить вот так что вы тут так сидим в офисе никого не трогаем все очень прилично жаль на работу но слушай где же ты вы на работу в такое время ходите тоже до пол пятого вечера смотреть будете да я не смотрю наша команда играет бронкос вот и как там понимаешь я скучаю по вам говорит нам наташа по вашим балаболкам из ивана франкевска привит привит давайте я вам в ивана франкевск стихотворение прочитаю я когда-то в киеве его подхватил мне было лет 19 я первый раз приехал во взрослом виде в киев ну так с будущей моей супругой мы приехали а у него там родители и значится сберкасса и на сберкассе плакатик такой висит под стеклом и там стишок стишок вот я вам сейчас прочитаю я не уверен что те кто в россии живут поймут каждое слово мне переводили в свое время значит стишок был такой чого я змиюся бо серце цвете бо я не боюсь я шо лиха прийде бо кожну копийку защаджую я и указу потрохи складаю шо дня вот такой я извиняюсь за прононс но как мог как как мог чувствую никто комментариев не пишет надо там железная дорога для нас нет выходных и праздников а это вы как на службе а кто с вами сидит с нами сидит жанур а мы его сейчас так вот можем легко показать так точно это кто говорит это вы пишете так точно нет а это железнодорожник говорит так точно с нами сидит жанур вот наш можно сказать технический консультант по вопросам привет жанур говорят вам а вы видите да у жанура тоже в руках девайс из воронежа нам как диета дюкана а а какие вопросы я еще на нее не 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 напрыгнул меня тут еще пугают люди говорят что с этой диетой я могу и здоровья потерять но вообще я начал немножко посматривать почитывать как ты начал в это погружаться потому что понял что если сам не прыгнешь в смысле сам не начнешь разбираться то никто тебе толком ничего не скажет такого то есть надо брать на себя спасибо за стишок говорят нам почему в италию не ездили в прошлом году такая что же я обещал вернуться что ли знаете как я там была говорит моя лариса тоже здесь ларисочка привет значит я хочу сказать что мы вот думали может европу куда махнуть но вот с этими делами с беженскими вот этими сирийскими там афганско-пакистанско там чего там еще есть северно-африканского как-то у нас нет ощущения безопасности поэтому мы подумали ничего нельзя каждый год по италии вот мы в мексике были я извиняюсь на карибы вот сейчас съездили на карибы там поплавали чистенько культурненько корабль такой вполне на американский не волнуйтесь приезжайте к нам швейцарию тут спокойно я же такая маленькая швейцария как же мы там разгуляемся то я даже не представляю и также горы горы и потом видишь человека не знаешь на каком языке к нему обратиться то ли по-немецки то ли по-французски то ли по итальянски то ли еще по-русски даже не знаю я думаю мы просто пока у нас нет планов там никуда ездить нам нам тут в общем комфортно мы на дачу ездим мы мы не такие большие путешественники на большие расстояния тут какие-то я смотрю люди есть душевные вот зелененьким сердечком и коричневенькие вот тут нет оранжевые подключились вообще какое-то многоцветие сердечек вдруг пошло а то так совсем было из канады к нам поехали с нами в рыбинск ты знаешь чего что-то рыбинск меня не возбуждает то есть никакого эксайтмента не чувствую по поводу рыбинская вот я там наташа кроме тебя вообще никого и не знаю вот так что да ладно чё там я не думал даже что в сша у людей есть дачи ну берешь дом и говоришь это моя дача вот у нас так просто дом обычный дом просто дачей мы его называем чисто так терминологически в том смысле что мы там не живем а наезжаем а вообще это обычный дом нормальный дом вполне вполне хороший дом не хуже других так скажем а уж какие деньги такие вообще молчу да ну неважно в общем надо же куда-то отдыхать здесь это называется кантри хоум и называется вакейшн хоум то есть может быть другие слова используют но но очень хорошо как бы присутствует в жизни американцев а я подумал как там вообще вот если у нас тут 430 дня а в москве скажем 330 ночи я думаю может кто-то нам там не спит хочу поблагодарить от отучилась и живу с жизнью с которой только мечтала это кто такая хоть скажите а то благодарит отучилась живет жизнью а я даже не знаю кто ласточка скажите честно кто вы европу любите вообще очень очень а чё же чё же я чё же и не любить очень любим европу а в чите 830 утра а то хитренькие то смотри как устроились ты понимаешь хитренькие какие в чите но единственное что там от москвы далеко их там сильно то не не прищучишь правда в чите у меня дюкан на иммунитет отреагировал вот ее мое у наташи меня знают барно из колорадо да конечно барно знаем из колорадо миша разве можно спать когда портнов в перископе а какой миша спит я я как бы уже и миша и портнов в двух разных лицах ты знаешь наташа это как вот этот вот что карл маркс и фридрих энгельс это не муж и жена четыре разных человека то есть я вот сейчас себя так почувствовал что миша как же можно миша как же можно спать когда портнов выступает я остаюсь в штатах я не вижу кто это пришлю по мылу телефон буду отвечать на все вопросы по диете тоже уйти ласточка какая хорошая оставайтесь в штатах и отвечайте на вопросы по диете потому что я очень хочу скинуть лишних килограмм 10-15 а 20 я не мечтаю но очень тяжело таскать на себе всякую дрянь вот я прямо вам скажу как там хвостович а я думаю нормально а чё было бы ненормально я точно знал хорошо хвостович я это вижу не хвостовича относительно часто я вижу его жену олю вот нормальный хвостович вот видите как Александр подключился я хочу сказать что конечно с учетом разницы в возрасте началась после диеты ну да а после любой диеты у кого-то будет недостаточность вы можете съесть ложку меда если вся страна съест по ложке меда у кого-то будет какая-то недостаточность потом скажет что от ложки меда или скажет нужно писать ровно в 7 утра и у кого-то на этой почве будет импотенция например скажет от того что он в 7 утра уже раньше он в 8 и все было нормально это я не знаю тут как бы сами понимаете сказать недолго но это не дает точного знания ну тогда попробуйте чего попробовать в 7 утра писать я сплю ну посмотрим в общем разберем я попробую я просто а дюкана у меня книги есть у меня все есть понимаете упирается все в жену потому что это же я не могу сам по себе взять вот такая опана бах и у меня скатерть самобранка и мне по диете накрыли а значит надо готовить как-то нужно ну целое хозяйство понимаете когда люди живут вместе готовить сразу на двоих по отдельности ой господи боже мой сложно то есть как бы у каждого человека свой как бы стиль такой в жизни любимый писатель русский ваш какой ничего себе вопрос русский много хороших то что разве можно так по одному я любил я очень любил салтыкова щедрина честно но но много хороших разнообразие на дюкане это сложно дается я даже не про разнообразие я просто говорю что жена и муж если один питается так а другой питается сяк то уже уже как бы надо на двоих готовить двойная если бы была какая-нибудь горничная там или кухарка знаете вот чтобы она готовила дядя миша вы красавчик господи я прямо почувствовал потребность что-то на себя надеть красивое даже не знаю что у меня молдавскую папаху для вас надену скоро приеду сделаю кулинарию по дикану давайте что же это вот пожалуйста буду в папахе можете звать меня гугуца когда я в этой папахе я гугуца вот а если я одену эту фуражку царской армии вот эту одену тогда я уже не буду гугуцу а буду ротмистер вот зовите меня ротмистер когда видите в этой фуражке молдовенск фрумос но это наверно выпить надо я так чувствую что такое предлагаю наталья салаткова а чего наталья салаткова что я я не понял наталья салатковой привет но это явно было не имя сообщение не ешьте после 6 и немного спорта результат лучше всех диет а как же не есть после 6 если во-первых у меня диабет во вторых я часа в два ночи спать ложусь вы можете сказать а ты не ложись два ты ложись в одиннадцать спросили кто я я и ответь ахти господи ой-ой-ой-ой-ой наталья салаткова понял понял это человек который инжоит новую жизнь вы знаете что я вспоминаю в девятый класс я пришел в математическую школу и там дети были ну и со всей москвы но наверное половина если не больше были из разных языковых школ но вот из немецких там одна девочка девочка была из французских там парочку а так если были то из английских и у них была масса всяких высказываний таких штампов которые видимо там вот в этих английских школах там как-то были распространены но поскольку я был со стороны и все это слышал в первый раз то это очень впечатляло и там запоминается вот до сих пор я помню в частности была такая фраза без кайфа нет лайфа хоть face some up table вот и такая русско-английская так что вот мы над этим работаем ваш прогноз кто будет президентом сша знаете как это умер шмомер лишь бы был здоров какая вы уже пусть уже будет кто-нибудь но я не знаю выберет народ что мы без президента не останемся как вам нравится феникс аризона рядом и дешевле а замечательно у меня даже видео есть про аризону про феникс там спрашивали как там вообще я рассказывал там очаровательно ну жарко там конечно это все же дядь Миша давайте в четверг зайду расскажу по питанию так муромцев не диета в основном в четверг ну вы давайте созвонимся там как-то ближе по времени потому что я не знаю что в четверг будет я вообще не планирую ничего мне ребята с утра бумажку кладут я была фениксе красиво ну как красиво ну да он такой весь достаточно новый город там очень много строили и понастроили единственное там как бы лица особо нет то есть там в любую сторону идешь там примерно то же самое по четвергам к Элли хожу просто а к Элли ну заходите конечно что так вот феникс 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 там работа есть много айтишные полно а там недалеко от феникса есть такой городок называется чандлер и этот чандлер называют как бы аризонской такой кремниевой долиной там много технологических компаний вот но в целом там жарко но летом там просто невыносимо жарко зимой там хорошо вот я помню единственный раз я откуда-то приехал в кремниевую долину и сказал черт возьми а там было лучше это когда мы зимой приехали из Аризоны а в это время на канале Михаила вышло новое видео ну может и вышло я не знаю там а как нет а горки рассыпанные по всему городу ну нет там красиво ну как я не знаю там и тарантулы есть там и там много чего по всему городу есть да там я помню одно из моих первых впечатлений вот я там ну что то не хватает вот что то здесь не то и вдруг у меня дошло что индусов нету я когда в кино а когда в кино были последний раз что вам сказать давно не были последний раз не помню лет пять или шесть не были последний раз когда я в кино был последний раз мне разбили стекло в автомобиле пока мы его смотрели я про джуниор си шарп ничего не знаю вот у нас тут смешной случай был паренек из Лос-Анджелеса Артур его зовут и армянский мальчик молодой лет двадцать ему и вот он закончил только только закончил вот там ну не знаю три недели назад пошел работу искать там резюме мы все дела справили и проходит пару недель он значит пишет что вот ну ребята в группу пишет а я уже там читаю что вот вот как бы вы выбрали говорит он есть оффер на тестера там я не помню там на тридцать долларов в час есть оффер на джуниора программера там на сорок тысяч в год и ему говорят ты то чего выбрал он говорит я выбрал джуниора программера то есть человек который молоденький который искал работу в принципе тестером а где то его спросили а не хочешь на программера там на джуниора тебя там научат он говорит хочу они с ним поговорили он им понравился Он вообще ничего не знает Вот вы говорите, на США надо много уметь или мало уметь Он вообще ничего не умел Ну то есть так, может быть, самое общее представление Там видео парочку посмотрел и все Он не из этой области совсем Вот его взяли на 40 тысяч в год Конечно, в Лос-Анджелесе 40 тысяч, это как у нас тут, может быть, не знаю, там 60 По стоимости жизни, рента там Там даже покушать дешевле Там ресторанчик пойти Но это несущественно То есть парню 20 лет, пройдет год Он там, может быть, стольник будет получать Если хорошо будет учиться и всякие такие дела там Вот, поэтому Не знаю Такое ощущение, что вообще требований никаких особых нет Но это не значит, что ты выходишь на рынок и говоришь Нужики, ну-ка, у кого требований никаких, налетай И они на тебя налетают Такого нет Но то, что полно народу без всяких знаний там Каких-то специфических Ну, просто потому, что светлые ребята находят работу Да Поищите книгу Крикен, кодинг, интервью, как это называется Я вас умоляю, я сам это все преподаю Не кодинг, конечно, а интервью Книжек очень много Книжек очень много Я не хочу сказать, что она плохая Но Я думаю, что это не на Junior там C Sharp программер Это все-таки покруче Вот Качество трансляции супер на айфоне Я подозреваю, что Это как-то связано с тем, что народ нас Ну, в смысле, нетворк не перегружен То есть, вот такое время, что в Америке сейчас никто не перископит И вот на той стороне тоже там люди все больше спят Поэтому у меня такое впечатление Мы как-то раз пошли вечером Когда в Америке полно И там уже утро Так просто загрузиться народ не мог Вот такие бывают проблемы А сейчас, да, вроде ничего То, что я вижу у себя на экране, очень прилично Осталось посмотреть, как это будет выглядеть, когда Можно будет фан глянуть Я не думаю, что я буду это все вывешивать Поскольку, так, мы просто балаболим Ни о чем Я не вижу каких-то таких тем, которые Для других интересны Просто в школе нет такого объема студентов в данный момент Но в данный момент студентов вообще нет, конечно Там пришли ребята, тесты сдают У нас по пятницам Там с трех до пяти Сдают тесты Те, кто хочет прийти учиться Поэтому вот сотрудники им там тесты дают И все это происходит Как вечерами собираемся на учебу? Всегда сеть тупит Да, так вас же, е-мое, сколько И каждый норовит, понимаешь Тут еще дело в том, что Если человек сидит со своим лэптопом То вот эти все лэптопы Они там немножко отдельно, как бы, проходят И они друг с другом толкаются за сеть Те ребята, которые сидят за нашим компьютером У них гораздо меньше конкуренции То есть они там, по идее, должны иметь Лучшее качество связи Так мне кажется Но если еще Знаете, еще бывает, что Сидят и активно что-то такое фигачат Там automation какой-нибудь делают То есть там с каждого компьютера Там мощно прет Что-нибудь на ту сторону Ну, конечно Хотя у нас в целом Неплохая сеть Я могу специально для вас сейчас Замерить, что у нас там получается Давайте-ка я скажу Пойду сделаю замер Значит, пойду speedtest напишу Speedtest Да, плохо вижу Точка net Сейчас замерим Сейчас замерим скорость Я вам скажу, как у нас Ой, нет, что-то Ай Меняем очки Меняем очки Итак, speednet Speedtest.net Ну-ка Ооо Да, друзья Да как Как это Да как Да, вот так Это Begin test Сейчас посмотрим Так, меняем С тех очков на эти Эх Как раз в скорости Либо сервер, либо раутер Не пропускает такой трафик Им только да И они вообще бы ничего не пропустили Но вот у меня на даунлоуд сейчас 76 Да 77 Сейчас статистика будет Сколько там Да, 77 0.1 Мегабайт Пер секонд Мегабит Наверное Вот А дальше А сейчас он на Аплоуд Где-то в районе 20 Конечно Это просто потому Что мы ни с кем не толкаемся Если бы сейчас в соседних зданиях Что-то такое Активно происходило Мы бы почувствовали И вино И слышно хорошо И ладно Вино Видно Какое слово хорошее? Видно Одну букву выпустил Сразу вино Хорошо Вот Единственное, что народ у нас где-то сонный Потому что Не видать много Я вот знаете Вот я смотрю на это дело Что тут выскакивает И я вижу текст И не вижу от кого Оно такое более маленькое И Виски любите? Я не знаю Если уж так Что-нибудь Но Можно коньячок хороший выпить Можно водочку Тоже нормально А виски как-то Бывают и виски хорошие Конечно Во Флориде холодно А что во Флориде-то холодно? Коньяк А что же коньяк? Конечно Французский хороший коньячок Там Под лимончик Изумительно 15 Ну 15 Так подождите Так у вас уже время какое У вас там Уже вон 8 часов вечера Крокодилы Наверное там бегают Всякие В Торонто Плюс 15 Вчера Господи За что же вас так? Сегодня-нибудь растаяло Слякоти ходили Или это может там Во Флориде Какой-то свой Торонто Я не знаю Плюс 2 Так Александр Блэквелл Я вот вам референс давал Вы Что сработает-то? Кёрлнг Что-то я не понял Ну-ка про коньячок Ну-ка еще раз про коньячок В Костка Какой? Я не доглядел Так Александр Я вам давал референс Вы отчитайтесь Что там произошло в итоге? В Костка Кёрклэнд Экс Оу Ну они же не сами делают Они же разливают Какой-то Сегодня позвонили Сказали У них деньги на меня кончились Надо 2 недели подождать Ну и 2 недели подождать Ерунда Привет Михаил Здравия желаю Так Макс Джи Хорошо Какие-то нужные очки Такие приводят Для чтения Да Но на другой Ну хо Уже 250 Стоит Экс Оу В Трейдер Джо Я боюсь соврать Мы Может быть это не По-моему Экс Оу Вот он 20-ку стоит Там 750 Стоил раньше Не знаю Сейчас может быть они там Вместо Экс Оу Там что-то Надо посмотреть Еду домой с работы Так вы что За рулем что ли Мессенджер пишите Я что-то не понял Домой с работы Это где человек вообще Находится-то Во Флориде сегодня Как в Торонто Че творится Как там в Маунтин-Вью А я откуда знаю Вот у нас в офисе Нормально все Кондиционер работает Так Хорошо было Хорошо Сакраменто А Сакраменто Да А могло бы быть жарко Могло бы быть жарко А пока вот не Не так жарко Так Друзья У нас Я чувствую мало народу Из-за того Что мы Не в то время вышли Зато качество выше Не народа В смысле А вот Трансляции Вообще Это хорошее средство От стресса Еду и печатаю Ё-моё Значит От стресса хорошо Так сидишь вроде Не знаешь чем заняться Как-то вот А тут раз Выходишь в народ Тебе там Из Черновцов Привет Из Италии Из Швейцарии Из Читы Тут я хочу сказать Что вот эта вот Игривая река Волга Поставила новый рекорд Игривости То есть Никто не знает Толком Куда она течет Нет Не катался на Тесле Куда она течет То говорят В Черное море То Ой Засейте Так Значит Черное море Тут еще куда-то течет А тут вот Значит Некоторые правда говорят Что Значит В Каспийское Тоже могут сказать Но это большая редкость Это уже нашего поколения А тут вот сказали Что в Баренцево И я вот вам рассказываю Я думаю Вот Они может не только Они это Не похихикают А они может и не знают Где Баренцево море Понимаете Тут Хорошо есть Википедия Можно Но вот тут кто-то И говорит Каспийское Говорит Могут 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 У меня Саша Внучка Вот ей 8 лет Она в школе Делала доклад Про реку Волгу Чего ей Волгу поручили Я не знаю Там Могли с тем же Успехом Чего-нибудь там В Месопотамии Там Тигр Ну не знаю В общем поручили ей Волгу И она такой Ресерч делала Подробные Минут 10 Рассказывала Про Волгу Все по-английски То есть вот Я думал ее вытащить На экран Чтоб она тут Рассказала Про Волгу Чего знает Но потом До меня дошло Что по-русски Она не расскажет Этого Она не сможет Такие дела Чего-то смотрю Народу мало Как сказал Кто сказал Каспийское Скажите Какой город В Дельте Находится Товарищ Может вам еще сказать Какую рыбу Там раньше ловили Мы-то знаем Да Какую А меня нет Вы знаете Что я скажу В наше время Были такие Экстремалы Ну Туристы Такие в душе Ну Немножко Больше Более экстремальные Минину Дали медаль За разминирование Москвы А Пожарскому За что Спалил ее Что ли За пожар И вот значит Было принято Вот так Поехать Куда-нибудь Вот туда Где там Она впадает В Каспийское море Не называю город Раз спросили Затушение Но это другое Да И вот значит И они там На каком-нибудь островке Там На лодочке Приплывали И значит Ловили рыбу Там Пару-тройку недель А с проходящих Мимо там Барш Или там Судов Им что-нибудь Скидывали Какую-нибудь там Тушенку В обмен на водку А водку Они в каком-нибудь Селе брали На лодке Ехали Ну в общем Потрясающие истории О жизни В устье Волги Недалеко от Впадения В Каспийское море Где она Понимаешь Там рыбное место Не то слово Рыбное Да У нас тут такая Есть река Сакраменто Она конечно Не такая большая Но тоже тут Недалеко впадает Сан-Франциско залив Вот этот вот Сан-Франциско бей И там И там На ней Такие рыбные места И там Осетр Ребят Ловят Там по страшному Вот очень Напоминает Вот Вот то Так никто и не сказал Про город Астрахань В Америке Есть осетровые Я же вам рассказываю Вот прямо тут Ребята Берут Значит Еще осетровых В основном То что в магазине Продают Значит В магазине Продают Это Из Коламбия Ривер Коламбия Ривер По ней Проходит граница Между штатом Орегон и штатом Вашингтон Вот на север От нас Мощнейшая река Громадная По ней Даже такие Крузы Не крузы Ну да Круизы по ней есть Такие там На недельку Так вот Вот там Много осетровых Их там ловят Примораживают И сюда Везут очень дешево Там осетровые Ну вот рыбка Там 7-8 долларов За фунт Это в половину От хорошей красной рыбки Здесь осетрина Намного дешевле Чем все остальное Let Sasha talk about Volga in English Please Will be a lot of fun Looking forward Ну мы поговорим с Сашей Она скорее всего На каком-то таком Суржике Сможет Рассказать Вот Если не забудет Конечно Что там про Волгу Почему-то Вот этот рассказ Ее про Волгу Был Содержал фразу Которая Я пытался бороться Но меня остановили И даже родители Ребенка Говорит Не морочите ей голову Она Типа Вот По источникам изучала Корюшка Корюшку я в Белом море Ловил когда-то В Магадане На другом берегу Я ловил сам корюшку Огурочком пахнет А кушать там Ничего Совершенно ерунда По сравнению Там с Треской И Навагой Которых там много Это вообще не Как у Светы Здоровье Посмотрите Свету Я же про Сашу Рассказывал Я уже забыл Что А Так она говорит Что Волга По Тайге Течет Я говорю Где же там Тайга Ну На Европейской Территории Ну я не знаю Ну в общем В Тихом Большая А Ну Даже не знаю Если бы я знал Как она по-английски Может быть Я бы ее Тут где-то В магазине Поглядел Что стали Зависимы от Ютюба И прочих Видео Вещательных штук Ну Так уж Прямо Мне же Хватает Общения На самом деле Я что-то Целый день В офисе Но Просто Я Как сказать Не то что Зависимый Но Я знаю Что меня ждут Я знаю Что Там Есть какие-то Вопросы Мне уже Начинает Хотеться Самому Там Поболтать И так далее С пивком Хорошо А то Как привычка Да Как привычка Вот Ну и потом Все-таки Там есть Некоторая Динамика В общении И кроме того То есть Народ Меняется Кроме того Там столько Разных Людей Что Всегда Что-нибудь Такое Скажут Что Начинаешь Видеть Ситуацию По-другому Или Очень Смешное Такое Что-то Бывает Просто Невозможно Там Вот С клопами Там Где Человек Говорит Что Мол На березах Клопы Живут Вонючие И вот Я в детстве Не любил Лазать По березам Потому что Вот так Надавишь Там Их руками А не Потом Воняешь Весь Белые штаны Испачкаешь Там И так далее И там Женщина Возмущенная Говорит Да Что Ж Вы Такое Вот Прям Все Настроение Испортил Говорит И так далее Корюшка Это Смел Вот Так Даже Прям Типа Как Вонючка Типа Смел Смел С Но Я Сейчас Попробую Знаете Что Я Сейчас Эту Корюшку Попробую Набрать Где нить Смел С С С С Мел С С С И посмотрим На Картинку Точно Она Друзья Это Она С С Да Ну Может Есть Где Я Не знаю Окей В Америке Действительно Не хватает Общины Ну Кому Как Я Я хочу Сказать Что У меня Тут Столько Общения Что У меня В Москве Такого Немат Березы Клопы Миша Выхай Да Я Рассказываю Люди Человек Написал Что Там Где Он Жил Он В детстве По деревьям Лазал И На Березах Жили клопы Вонючие Не Вообще Клопы А Вонючие Я Что Могу Сказать Что Он Штаны Пачкал Он Когда В белых Штанах Лазал На Березу Так У него Потом Штаны Испачканные Были Я Просто Рассказываю Что Люди Же Разные И разные Вещи Рассказывают Разные Истории Поэтому Так Вот Анечка Заходим Друзья К нам В студию Значит Проникла Анна Из гугла Анна Уже давно Не из гугла Ну А тебя знают Это твоя кликуха Такая Что не из гугла Но кликуха Из гугла Все хотят Тебя что-то Спросить Ну не все Вот тут пока Мало народа И все что-то Спрашивают Привет Это вопрос Привет В данном случае Это не было вопросом Вот Привет опять Привет Аха-ха Аха-ха Наверное Тебе глазки строят А это Анна Анна Это кажется Это Анна Это имя мое Анна Я Ну я Не понял Так я подумал Что это не Н русская А H Английская Была Ха-ха-ха Там молодой человек Пришел Хочет Дайсь проверить Так поздно В офисе Анна Да где ж поздно Я еще тут Я еще тут Посидеть придется В офисе Пять чего У нас Пять часов Пять минут У нас еще Тесты тут Во всю идут Да Анна у нас Проводит тесты Скажите Анна Люди которые Приходят сдавать Тесты Как они вообще Да хорошие Всякие бывают Сейчас огромный список Требований на позиции Как я медленно читаю Далеко Я тоже Аня Как опыт Работает Как опыт Вообще Опыт Как Аня Так Хороший опыт Хороший Кормили Да То есть мало того что деньгами Еще и продуктами питания Еще и продуктами питания Это называется Паек Вот Анна Необычно видеть в онлайн Вот Мне самой необычно А я тоже смотрю Думаю Нифига себе Аня Как она тут Понимаешь Вот так вот Друзья Может стрим на компе Открыть А там читать Комментарии Наверное Хотя в принципе Вот Если Продвигаешься Ближе То видно Стрим на компе Правда ли Что в гугле Работают Сутками Правда Правда У нас Там были люди Которые могли Вообще Я вообще не знаю Ходили ли они Но не то что Их заставлял кто-то Нет Ну И там нет четкого Времени Коскальки Приходить на работу На сколько уходить Это все Как бы делается Актуру То есть особая форма Эксплуатации Особая форма эксплуатации Но там сделано для вас Все Чтобы вы не ушли Поэтому там И Хотя я все время Когда шла И смотрела Как люди играют В волейбол Плавают в бассейне Думала Кто эти люди Потому что У меня не было вину Чтобы там Пойти даже И куда-то Нет Если бы ты на кампусе Сутки проводил И ты бы нашла время Конечно Как казино Говорят И детсад Детсад там Очень дорогой И сотрудники Гугла Жаловали Что они не могут Его оформить Оформить Позволить себе Позволить себе Только Высшее звено Могло Позволить себе Детский сад Гуглю Он там Три с половиной Тысячи в месяц По-моему стоит Да вы что Издеваетесь что ли Честно Икрой там кормят что ли Я работала В Гугле В Цюрихе Работаю сейчас Два часа ночи А почему покинули Гугл По семейным обстоятельствам Никак не связано С Гуглом Я не против них Абсолютно хорошая компания Нам Саша Блэквилл Скинул Ссылочку И мы теперь Вот вы видите Друзья у меня На компьютере А вы еще не видите Вот Она мне кстати Эта ссылочка не работала Ну не знаю Вот он мне Скинул ссылочку На нашу трансляцию И Давай я так Лин-Инн Книгу Шерилл Сэнберг Чего Не читала Да А про что Понять не имею В общем короче Я к чему рассказываю Что У нас там теперь Появились комментарии На большом экране Не ну погодите А мы же Анну хотим живьем тоже Так Я тут со всех сторон Короче Анна Да Я вижу Анну Глазами Вижу ее На Девайсе И там на экране тоже Попасть туда Так тяжело Какой опыт требует Нет Не тяжело Опыт Абсолютно Ну На вопросы нужно Хорошо отвечать Если по контракту Если вы Имейте ввиду Что на фуллтайм То конечно Тяжело туда попасть Это будет там Пятичасовое интервью С тремя Уровнями Бесед С разными менеджерами А так На контракт Нет Не тяжело Я знаю много людей Которые там работали Сразу после Школы Михаила Я могу сказать Что После нашей школы Если посмотреть На выпускников То процентов 30 Наверное Если не больше У них первая работа Это контрактики В приличных местах Это может быть Гугл Это может быть Эппл Это может быть Фейсбук Фейсбук И Майкрософт Может быть Там много проектов И так далее Это довольно распространено То есть Попасть на контракт И работу Не сложно Не сложно Сложно Вот на постоянном Да На фуллтайм сложно На контракт Они берут Охотно Легко И даже Его продляют Потом Не продляли И в Аппле У меня Сколько там Я знаю Трех-четырех Человек Которые работают Сейчас в Аппл И им продляют Контракты Без проблем Ну а вот Как человек Работавший в Гугле Одна У вас нет Желания Например Или какой-то Патриотизма Такого В плане Только на андроиде У меня есть Как ни странно Ну я всегда Мне нравился Почему на фуллтайм Сложно Требования выше Потому что Это больше затрат Для самого Гугла И соответственно Требования больше Если они хотят Если они должны будут Вам платить Все страховки И все бенефиты То они естественно Хотят И сотрудника такого Который Что-то из себя представляет Ну на самом деле Тут еще есть аспект То есть Если ты берешь Человека на полгода Это одна история Если ты берешь Его на постоянку То есть Он должен быть в состоянии Перескакивать С проекта на проект У него должна быть База совершенно другая Работают по два года Например на одном проекте Потом на другой Перескакивают Видно у школы Хороший рейтинг У работодателей Я вам скажу Это как вот Допустим Девушка Смотришь девушка Одни говорят Ой какая девушка Ой страшилищ какая Поэтому Достаточно много Есть работодателей У которых мы Так как бы Не на плохом счету Есть Есть Да А так Вот я работала в здании Там у Гугла Очень много зданий И Мы работали С Девочкой индусской В одной Как бы На одном проекте Она тоже Закончила Школу Портнова И вот мы с ней Месяц там работали А под нами На втором этаже Был совершенно другой проект И там еще два человека Работали Тоже отсюда же Начинающие Или уже с опытом Нет Нет Сразу после школы Мы его потом Кстати перевели На фуллтайм Одного Там По-моему Да-да Был паренек Его в марте Его в апреле Хотели перевести На фуллтайм Но это тянулось До ноября Пока там все Бумажки разрешилось Очень много времени Заняло Найм на постоянную работу Обычно больше времени Занимает Чем на контракт Контракт раз Там интервью Пошел Выходи завтра А здесь Это может быть Достаточно длительный процесс Пока все Апрубалы проходят Там И так далее Говорят Вот че ж ты тут сидишь Квалификацию теряешь Кто я? Да Вот там тебе вопрос был Говорит Вы знаете Тут не так скучно Как казалось бы Да Книга Это какая-то книга О женщинах в бизнесе И говорят Я думал что это про тебя Но может быть нет Она начинала Гугл вместе с Брином Это не ты? Это точно не я А могла бы Если бы я начинала с Брином Я бы наверное продолжала с Брином Ну как минимум Ну Ну Анечка Это у тебя чисто женская позиция Вот эта женщина Вы такие Я очень хотела Увидеть там Брина И мне даже Пальцем показывали На какого-то мужика На странном велосипеде Шерил Сандберг Окей А все понятно Это про книгу Про которую спрашивали Да А какой опыт нужно Чтобы попасть в Гугл На фултайм С любым опытом Можете попасть на фултайм Если вас возьмут Не в опыте дело В том как вы можете Себя подать И ответить на вопросы Квалификацию Типа теряете Типа не позволяет Она приобретает Квалификацию Я ее не то чтобы теряю Я ее наверное даже В общем если надо будет Я бы подтяну Ася Аня Вы знаете Язык английский Скажи что-нибудь по-английски Чтобы они отстали От тебя с такой ерундой Если бы я могла Как с switch'ем Переключить На английский Чтобы без акцента Скажи что-нибудь Скажи Почему вы По-английски От гугла Компьютер Скажи Может это Помогите Это Неправильный вопрос Вы выбрали OK, tell them about your interest in purchasing some property, maybe your interest in real estate, in your housing issues. I was interested in buying real estate, but recently we had a conversation here at the office, and one of the guys told us that market is going to crash pretty soon, at least in the next year or two. I don't know, I was asking Michael too if I should buy a house now or wait. And he says, if you buy a house, you would have to hold it for at least 10 years. Russian accent, he thinks your accent should be Chinese, but you know what, you disappointed them. I disappointed you, sorry, I do have Russian accent. And a lot of Americans like it, by the way. Да, надо сказать, что муж Анны говорит по-английски без русского акцента. Почему вам эта школа не светит? Чего-то ему не светит. Наверное, ему не нравится твое произношение. Он боится, что он попадет в эту школу и будет говорить с русским акцентом. Я думаю, это был другой человек или тот же. Я не знаю, я не вижу так, я вообще сбоку сижу. Это на тебя камера смотрит, а я тут сбоку. Вот. Мне кажется, что мы английским языком отпугнули кого-то. Что тут пишут? Русский намного лучше, чем индусский. Ну, для нас так точно. Я вам скажу, и девушки наши нам симпатичнее и милее. Russian accent is best. О, господи. Я тоже собиралась покупать, но решила подождать. Вот так вот. Хотя вроде все нормально. Где у них? В Краснодаре? В Колорадо. А, в Колорадо. Я испугался. На Кавказе. В Колорадо. Здесь просто дурдом такой. Ларис Муреночка. Ларисочка. Значит, дело в том, что, что вам сказать. У нас тут место специфическое в плане Рил Эстейта. Оно производит впечатление безумного. И только когда проходит 10 лет, ты начинаешь понимать, что безумное оно сейчас, а тогда было очень даже ничего. Но это надо, чтобы прошло 10 лет сначала. Потому, что когда ты сейчас на это смотришь, ты думаешь, ну, это вообще ерунда. Скажите, что на английском с индусским акцентом. Может, с английским, индусским. С индусским. У меня хороший русский акцент. Да. Да. Мы не умеем с их акцентом. Колорадо развивается сейчас. Марихуана сделали свое дело. Марихуана и IT. И IT. Я сколько себя помню, у Колорадо все развивается. Это была такая глухомань дичайшая. А лет 20 назад там стали делать такие программы по привлечению инвесторов. И оно так уже немножко... Ну, немножко оно поперло хорошо. Мы едем к вам. Мы едем к вам. Да. Тогда мы идем к вам. Это что звонит? Это вот это звонит. А, у меня тут телефон звонит. Так, сейчас. Алло. Да, Светик? Хорошо. Хорошо. Давай. А на каком канале повесело? Все. Мы сейчас глянем. Картиночку ты хочешь, чтобы я сделал? Светик, я все сделаю. Я все сделаю. Давай. Мы сейчас в перископе народ развлекаем. Самое... Нет. Угу. Ладненько. Ну, давай. Давай. Светлана говорит, что только что вывесила видео и спрашивает, не сделал ли я ей картиночку. Расскажите про налоги на недвижимость и моргиджи. Ой, я вас умоляю, когда дело дойдет, вы все узнаете, что вам сейчас налоги на недвижимость. Они есть. Они есть. В Калифорнии они достаточно низкие. А сколько? Одна... Вот где мы живем здесь, это 1,2%. 1,2%. Я как раз сегодня видео на эту тему повесил. Вот буквально там полчаса назад повесил видео. Спрашивали, жить ли в своем жилье или покупать, или как быть. Я вот там все это рассказывал про property tax. И про то, что бюджет штата, бюджет страны, бюджет города, школьный бюджет, должны пополняться из каких-то денег. Поэтому люди, которые говорят, ой, вот там низкий property tax, или там низкий такой tax, или там низкий сякой tax, они просто не понимают, что есть закон сохранения бабла в государстве. Понимаете? Поэтому, если с вас не взяли этого такста, или взяли меньше этого такста, с вас возьмут больше другого. Вот, собственно, и все. Поэтому есть штаты, где очень высокие property tax. Например, в Техасе намного выше, чем у нас, вдвое. Но там, например, намного меньше, если вообще там есть, например, sales tax. И так далее. То есть, это все по-разному сказывается на недвижимость, на планы по покупке и так далее. Там, например, недвижимость практически не растет в цене. Ну, то есть, очень незначительно растет в цене, по сравнению с тем, как у нас она там придет как там. То есть, высокий property tax, например, он прибивает привлекательность инвестиций в недвижимость. Так что, да дело дойдет. Главное, что я сегодня с утра рассказывал, мне как бы уже не очень хочется второй раз одно и то же. Так, Анна, расскажите им, какие у нас основные проблемы бывают у тех, кто сдает тесты. Вот они приходят тесты сдавать, чего они не знают. А вот, друзья, вот у нас, посмотрите, у нас тут сегодня, о, ты понимаешь. Мы будем вместе делать трансляцию в воскресенье с утра, когда приедет Светлана Каф. Вот мы тут соберемся с утра, будем тут вас развлекать. Ладно, счастливенько. Возвращаемся к Анне. Анна forever. Анна на шее. Анна там еще где-то. Как там кино-то было? Анна разлила масло. Аннушка, это совсем другая женщина была. Это бы из совершенно другой... Боже, почему так грустно? Что пишут-то? Как проходят тесты при поступлении к вам? Вот, расскажите, как проходят. Все время спрашивают, как проходят тесты. Тесты проходят следующим образом. Три раза в неделю, с трех до пяти, люди к нам записываются, с трех до шести. Да. По appointment-у, по два человека каждые пятнадцать минут. Тест десять вопросов, очень коротенький, очень простой. Дается вам пятнадцать минут, и можно его пересдать один раз. Мы даем две попытки. Но он слегка в другой версии, если второй раз приходите. Цель теста – отсеять народ, который совершенно не сталкивался с компьютерами. Ну, вот так. Какие вопросы? Работа с файлами Word, Excel. По чуть-чуть, с самой азы. Ну, очень простые. Ну, пятнадцать минут, что там можно за пятнадцать минут сделать? Очень простенько. Я даже не могу подробности рассказать, чтобы... Да, очень просто. Да. Английский. Английский мы обычно беседуем минут пять-десять. И, в принципе, легко понять, на каком уровне человек. Если у вас нет проблем выражаться на английском, и это вам дается легко и непринужденно, то, в принципе, мы вам разрешаем учиться уже. Главное, чтобы это было без боли, когда вы интервью проходите с работодателем. Да. Тест на английском? Да, на английском. Тест на английский. А тест на английский? Ну, мы и беседуем, да? У нас нет теста как теста. У нас есть... Ну, тот тест, который на компьютере, он на английском. Да. Он таки да, на английском. Понимаете? Нет такой задачи, не должно быть у вас такой задачи, чтобы попасть во что бы то ни стало куда-то, после чего у вас не обязательно что-то получится. Понимаете? Важно не прорваться куда-то, а важно соответствовать. Так, так бы я сказал. Аня, привет, говорят тебе, какие-то люди, которых не поймешь, кто это. Потому что не видно нифига. Муромцев. 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 А так я знаю, если это тот Муромцев. Это тот Муромцев. Это еще тот Муромцев. Минск на связи. Минск. По-белорусску? Разбавляете? Точно значит, что они так говорят. Я не обязательно так это. Еще бы. Еще бы. Ну по-белорусску это я точно говорю. Разбавляют, это может быть украинские. Вчера виделись, да. Это тот Муромцев, про которого я подумала. Это наш. У нас тут такой Муромцев. Лучше всяких Ильё. Ильё в спичке. Я американц, я американцев местных. Местных чуть-чуть начал вербовать в онлайн класс. Это я не понял. Кто это пишет-то? А кто это писал? Мы не успели. Мы ничего не успеваем. Мы не успеваем. Друзья, вы американцы... А, это Александр Блэквелл. Блэквелл. Всем так необычно так тут. Это Александр Блэквелл. Поскольку на экране компьютера с задержкой идёт. С задержкой. Мы если там не успеваем, мы можем тут поймать. Да, это очень прикольно. Блэквелл. А я что говорю? Да. А я что же сказал-то? Это он вербует американцев в онлайн класс. Да, нам звонят частенько. Американцы, да? Да. Что говорят? Блэквелл прислал? Нет, но они спрашивают про школу. Ага. Дикий народ. Дикий. Они про нас совершенно ничего не знают. У нас очень мало было американцев, но сейчас один пришёл, второй пришёл. Обычно американец попадает к нам, когда у него жена русская или у друга жена русская. А тут вот мама привела мальчика, говорит, предыдущая мама привела мальчика, вы его отправили на работу. Три года смотрим. Да. Да. И потом мама ещё второго мальчика привела, говорит, нам понравилось, мы тоже так хотим. Американская мама? Американская мама. Американская мама американских мальчиков. У меня был китаец один, но американец, то есть он такой просто китаец в душе, чисто внешне точнее. И вот он, значит, длинный, метра два ростом закончил в Бёркли, в Миккей Никол инжиниринг. А было это лет 5-6 назад, как раз кризис был. И он год не мог работу найти. И его русские друзья притащили, которые в Бёркли там с ним учились, там много русских. Вот. Они его к нам. А родители ему говорят, ты вообще чокнулся? Они говорят, учился 4 года в Бёркли, работу найти не можешь, а тут тебе 3 месяца какие-то русские, и ты вообще, говорит, совсем с ума сошёл. И София его, когда отвела на интерншип, послала, там был интерншип на 15 долларов в час. И так он, это самое, они когда его увидели, он оттуда ушёл с оффером на 65 тысяч Пёрманин. Отлично. Да. Привет с Австралии, нам говорят. Да. И меня позвали на тест. Да. Анну позвали на тест, помаши ручкой людям. Пока-пока. Да. А почему комментарий вверх ногами, не вверх ногами? Друзья, я не знаю ничего про вверх ногами. Вот. Вот. Так вот, к чему я говорю, что... Аня, привет. Не вверх ногами. Комментарий. Напишите вверх ногами, будет вверх ногами. Я так скажу. Комментарий он что? Он, как напишешь, так и будет. Вот. Так. Я пробую разные очки. Это, друзья, новая модель. Очки Пинсне. Видите, у меня с одной стороны есть душка, а с другой нет. Это вот, чтобы быстрее снимать. Называется Изи Эксос. Такая модель очков. Нормально всё. Мальчики. А ограничения по возрасту есть? В смысле чего? По возрасту куда? Я не понял. Замуж что ли? Куда мальчикам по возрасту ограничения? Они тут с детства уже. Мальчики. Я не знаю там по возрасту. Прочитали вашу книгу. Спасибо. Как? Уже вот за ночь? Когда прочитали? Что, прямо вот сейчас прочитали? Да. Вас как зовут? Вы вообще так это читаете быстро? За ночь. 30 авторских. А, Юрий. А чего же Янка? Фика Янка. Говорит. Ян, я думал женщина. Юрий зовут. Юрий прочитал 30 авторских листов за одну ночь. Ничего себе люди. Ой. На поступлении в школу. Ну надо, чтобы среднюю школу человек закончил. По возрасту есть снизу. Да. Он должен закончить среднюю школу. Это государственное требование. Это не наш. Значит. А по возрасту нет особо. У вас наручные часы разные есть? Это вопрос или что? Это утверждение. Много иллюстраций. Спасибо. Александр Блэквилл. Салют. Чего у нас? Там народ написал тесты. Вы не хотели бы посмотреть? Ну, гляньте, если там меньше семидесяти есть что-то. Рукой. И тогда вас позвать? И тогда меня позвать, да. Хорошо. Там народ тесты пишет психологические. Я так посматриваю, чтобы не было людей проблемно. Что-то я забыл. Какой-то вопрос был. Хотелось что-то сказать. Нет. Там ничего нет. Слишком культурное долго монтируется. Ага. Ну, да. Этого Александра он что-то действительно ехал, ехал. Это уже... Я хочу сказать по себе, что очень сложно вывешивать то, что снял давно. Вот, друзья, вы видите меня два теперь. На Амазоне уже вывесили книжку. Что, серьезно, что ли? А сбросьте мне ссылочку в скайп, я пойду посмотрю. Да, сбросьте, пожалуйста. Я с удовольствием пойду гляну. Может мне там что-нибудь это... Книжку смотри. Так что, заказать можно? О, дают. Минуточку. Друзья, есть книжка на Амазоне. А, пока нет, говорят. А как же? То, говорят, есть на Амазоне, то нет на Амазоне. Ну, значит, нет тогда. Я уже думал, есть на Амазоне. Издательство, которое печатает книжку, оно же само, взяв какую-то смехотворную денежку, там, не знаю. Вот. Что 25 долларов? Я не понял. Кто, кому, за что 25 долларов? Я не понял. За мою книжку 25 долларов? Да вы что? Моя книжка 25 долларов. Такая толстенная. Это дискриминация вообще. Наверное, за то, что на русском языке. Ну-ка, давайте на Амазон пойдем. Это же надо так, друзья, наших дискриминировать. Я думал, они полтинник. По-русски набрать Портнов, что ли? Я могу по-русски набрать на Амазоне. Что, мне не сложно. Портнов. Набрал. А ничего нету там? Нет, ничего нету на Амазоне, на Портнов. Друзья, нет, нет, ничего нет. Я могу по-английски, конечно, набрать. Может, там что-нибудь будет? Ой, по-английски есть, точно. По-английски есть. А что ж они так не дорого оценили-то? Что интересно? Говорят, двенадцать... Я даже не могу себе представить. Значит, типа двенадцать использованных подешевле. Это как же так? Двадцать три, двадцать пять, двадцать шесть. Hot of the press. Brand new. В общем, тут много желающих. Друзья, очень, очень интересно. Всего двадцать пять долларов наша книжка. Немного. Немного. Я думал полтинник. Удогая, удогая, толстая книга, двадцать пять долларов. Это вообще даже как-то унизительно. Унизительно. У меня на Амазоне не видно. А вы по-английски напишите. Я вас уверяю, что мой Амазон от вашего никак не отличается. Какая себестоимость? А что с обложкой сделали-то что? А я не знаю, что там с обложкой. Так вроде нормально все. А что с обложкой? Мягкая. Она мягкая, да. Съехала. Я не знаю, что она съехала. Она должна быть хорошая. А как видно, что она съехала? Какой тираж? Тираж. Я не знаю. Она... Тираж у нее... Двести штук мы заказали. Влево. Давайте посмотрим. Что-то я не понял, куда она там съехала. Флип. Ну да. Да. Это не знаю, что она там съехала. Она в жизни должна быть нормальной. Флип. Я же знаю. Я же ее делала. О! Оленька. Так она съехала, Оль? Ну вообще, по идее, мы должны были ее выправить. Да. Она должна была... Она изначально вот так выглядела. А дальше она должна была уйти вправо. Может быть, у них картинка неправильная. Нет, нормально, говорят. Что нормально-то? А, обложка. Ну, мы с Олей знаем, о чем речь. Знаем, о чем речь. Тут, к сожалению, корешка-то не видать. Вот. Но приятно, что... Что это самое... Там и задник есть. Окей. Подогнать надо было там немного. Так вроде подогнали. Меня что смущает? Некоторые умудряются ее продать за 21 доллар. Я не понимаю. Если книга стоит 25. Ее еще никого на руках нету. Откуда берутся люди, которые говорят, за 21 отдам? Вот это очень интересно. Это очень интересно. За 21. Это ж как же понимать-то? А, они 4 доллара за шиппинг берут. Я понял. 4 доллара за шиппинг. Друзья, прочли уже. Опа-на. Не успеешь, друзья, вот так книгу только это самое... Хотели 200 штук напечатать. Я... Куда мне больше-то девать? Вот. Мне нужно раздать по знакомым. Плюс у нас ребята в конкурсе участвовали там штук 20. Плюс десяток надо послать... Это самое... Десяток надо послать в... Как называется там... Редактору-корректору в Минск. Вот. Ну, тираж 200 штук. Ну, я... Надо будет еще 500. Сделаем еще 500. Мне что, нам же не сложно там. Кнопку нажал и еще пришли. Вот. Но просто... Интересно. ПДФ качают? А я не знаю. У меня нет контроля. Я повесил. Вот. А уж там... Ну, наверное, качают. Я не знаю. Я еще должен на форуме говорим про ВИЭС сказать. Но на форуме она и так висит. Поэтому моя задача в том, чтобы как можно больше народу добрались до этого. ПДФ и почитали как-то. Если уже работа сделана. Себестоимость книги. Там был вопрос. Себестоимость была... Значит, где-то 10 тысяч мне вышло ее произвести. То есть, это работа редактора, работа корректора. Это... Так как бы художественная часть. Нормально читается и на две страницы. Это... Работа издателя. Вот. Ну и... Короче, вот так за все про все. Значит, нам где-то в десяточку вышло. А плюс еще напечатать. Примерно стоит десятку копий. Примерно. Там может быть чуть побольше. Я не помню. Вот. И соответственно... Десятка копий. То есть, грубо говоря, себестоимость определяется тем, сколько... Это самое... Сколько их продастся. Да. То есть, если они продают за 25 долларов. Это значит, что... Я не знаю, сколько мне из этого перепадет. Как-то я даже не спросил. Ну, допустим, они мне отдадут... Ну, допустим, они треть себе заберут. Я не знаю. Я честно, я не знаю, сколько берет Amazon за услуги. А... Перевести... Перевести... Не хотите... А кто же ее читать-то будет переведенную? Да. Даже если мы пригласим какой-нибудь замечательного переводчика, который сделает из него потрясающее художественное произведение на английском языке, кто читать будет? Меня никто не знает. Вот. В таком смысле. Да. То есть, скажем, на российском рынке я представляю какой-то такой интерес. А на американском-то что? Американцам не так интересно. Да не, ну им... Чего? Поэтому... Я не вижу смысла особо. А чтобы ее перевести, это там... Тысяча двадцать пять будет стоить, чтобы нормально так написать. А что зря? Значит, зря это когда делаешь чего-то, а оно никому не нужно. Вот это зря. А когда ты не делаешь то, что никому не нужно, так нормально. Вот. Если у кого-то есть настроение там и способности, пусть переведет. Может, кого-то он привлечет. Дорого же стоит людей, чтобы они нашли это все и начали читать. На это миллионы нужно тратить. По сравнению там с двадцать пять тысяч на перевод там художественный и так далее. Вот. Так что, да мне не надо. У меня не было задачи осчастливить американцев вот этой книгой. Там им есть что читать. Я жду эту книгу. Хотя и читала электронную версию. Да. Сделаем репосты. Ну, ради Бога. Я... На самом деле это хорошо, когда к месту, да. То есть, когда людям навязывают что-то и им не нравится. А так, когда там какой-то разговор заходит и говорят, а вот есть книжка, например, на эту тему. Да. Ну, что же. Приятно. Я не знаю, если в Гугле поискать, так, может, оно там выйдет в Гугле теперь. Этот Амазон где-нибудь выскочит наверху. Ну-ка, давайте попробуем. Пойду в Гугл и напишу Микаил Портнов. А по-русски не вышел. Смотрите он там. Линкдин, Портнов.com, Ютюб, Фейсбук, Твиттер, видите как? Yelp, White Pages, Quora, Google Plus. Немае, Амазону. Немае. А, нет, есть Амазон. Только вы знаете, что нет. Это мои, это мои ревью, которые я на Амазоне оставлял когда-то. Это другое. Ну что же. Друзья, нет, нет, ничего такого. На этом самом есть, на какого? На Перископе есть, выходит наш аккаунт. А на Амазоне пока нет. Вот вам и новость хорошая. Да. Действительно, смотри как, это самое. Да, гонец пришел с хорошей новостью. Суббота опять же. Хорошо. Пятница в смысле. Есть у вас в онлайн-курсе практика на проектах? У нас в онлайн-курсе есть несколько проектов. Вот раньше было два, сейчас уже стало три даже. Вот в прошедшей группе было три. И новая группа, вот сейчас началась, там тоже вроде должно быть три. Ну, без проектов же в резюме ничего не напишешь. Как же, обязательно есть. Кроме того, у нас есть проекты записанные из предыдущих групп. Поэтому, что ж тут скажешь-то? Конечно, там у нас много проектов. То есть, кроме тех двух-трех, которые в классе, есть еще там пяток, которые можно присоединить, добавить. Так тоже можно. Без проектов никак нельзя. Надо же на интервью о чем-то поговорить, во-первых. Во-вторых, надо, чтобы тебя позвали на это интервью. У вас курс крутой. У нас не крутой курс. У нас он такой приземленный очень. Поэтому дело не крутое. Просто мы эффективно используем время, которое у нас есть. Мы делаем быстренько. А чтобы сделать быстренько, надо эффективненько. Понимаете? Поэтому в этом смысле можно сказать, что он крутой. То есть, с точки зрения оптимизации объема информации и времени, которое на это есть. Потому что люди, которые, как бы сказать, больше на такой теоретической стороне, они скажут, как же можно без этого, а как же можно без того. Когда начинаешь работать, понимаешь, что по высшему качеству, по высшему классу. Ну, правильно. Это же и есть то, что мы же в вас вталкивали. Это именно то, что для работы нужно. Конечно, это же как бы все задумано так. А когда человек учится, он думает, а чего они меня учат? Зачем мне это надо? Понимаете? Это все. Мы часто сталкиваемся с тем, что человек как бы не мотивирован, потому что вроде, а чего он такое тут учит? А ему кто-то сказал, вот там где-то кто-то ему там сказал. За базар не отвечает, конечно. Я еще здесь. Меня так просто не выгонишь. Значит, кто-то ему что-то сказал, что вот это не то, а нужно вот то, а это не надо, а вот то надо. Мы отличаемся от других. Да. Как дефекты пишем и остальное. Окай. Хо-хо-хо. Конечно. 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 Да. Вот. Это правда. Это правда. Ну, на самом деле, чисто в теоретическом плане, понимаете, можно найти какое-нибудь видео на ютюбе там, как писать баг-репорт. Я думаю, что там их много разных. Хотя мы понимаем, что так как мы расскажем, никто не расскажет. Но их много. Но есть видео, как тест-кейсы писать. Есть видео, как там ваджа или что-нибудь делать. Но просто ты же не можешь продать вот тест-кейсы или баг-репорты или там вот это. Это должна быть система некоторая. И вот эта система, она тебя перебрасывает с одной стороны ручья на другую сторону ручья. По компонентам не делается. Это такое все интегративное, целостное, системное, комплексное. Так она бах туда и выстреливает. Если она не будет целостным, системным, интегративным, комплексным и так далее, она не будет выстреливать. Она разольется, как там молоко из бутылки. И пить его уже невозможно с земли-то. Ну, может, кошка там где-нибудь подлижет. Не то, понимаете? Поэтому у нас так все в бутылочке упечатано там все дела. Ладно. Что же, народ? Я смотрю, уже вопросов мало. Уже и лайки-то. Пальцы уставили ставить. Сердечки. Что-то какое-то явно... Сердечная недостаточность у нас тут. В перископе явно. Спасибо, говорят нам. Юрий говорит. Хорошо. Ну, чего же? Тогда пойдем дальше. У нас дела еще много. Может, съесть что-нибудь? Думаю, может, скушать что-то? Это же тоже интересно. Когда увидимся снова. Граждане, откуда же я знаю? У вас бибикнет, если что. Вдруг настроение было. И так. Счастливо. Есть вопросы? Давайте, если есть вопросы. Раз уж я тут. Чего же я? Я только и жду, чтобы вопрос какой-то задали. Понимаете? Почему вот вы... Вот... Пойдите когда-нибудь в синагогу. Я так абстрактный. И спросите у Равина какую-нибудь чушь собачью. Там, кто сильнее, слон или крокодил. И он вам никогда не скажет. Ты чего, мужик, вообще чокнулся ходить с такими вопросами? Нет. Он вам скажет. Это хороший вопрос. Почему? Потому что сейчас, наконец, у Равина уже есть возможность поговорить о чем-то. Что ему, поговорить не о чем? У него всегда есть о чем поговорить. Но нам нужен же повод. Поэтому человек говорит. А что? Вот он говорит. О! Это хороший вопрос. И начинает о своем. Так что... Есть такой, знаете, анекдот, как... Экскурсовод группы ведет. И... В какую лучше? Я-то имел в виду Равина. А! В смысле реформистскую или такую? Я думаю, что в любую можете. Так вот, стихи почитать тянет. Бывает, конечно. Конечно. Значит... Да. Экскурсовод группы ведет там. И... Что-то он замялся. Он говорит. Вот эта картина. Она написана была. Картина, не картина. В онлайн-классе есть нерусскоязычные. Да. Значит... И что-то он замялся. И тут человек руку тянет. Из группы говорит. А можно спросить? Он говорит. Конечно, спросите. Тот говорит. Скажите. Вы никогда с Ежом не состояли в интимных отношениях? Тот говорит. Нет. А почему такой вопрос? Он говорит. Так... Ну, вообще, для поддержания разговора. Так что, друзья, вопросы очень нужны. И будет успех. Это, конечно. А как так получилось, что партийные дела начались в другом штате не как обычно? Долгое время это был штат Ньюхемпшир. Но уже несколько лет назад началось с Айовы. Это просто изменения произошли. Пропустили вопрос. Так как? Ну, давайте вопрос. Чтоб я уже не пропустил. Я уже смотрю. Вот я уже вот так. Прямо смотрю на вопрос. Там ничего нет? Смешно проезжа. Да. Ой, да если бы я его еще рассказал, как в оригинале. Да. Но я не могу. У нас культурное место. Мы сдерживаем свои естественные знания, анекдотов. Так где вопрос-то? Я вот уже тут заждался. Нету. Говорят вопрос вопроса. Вопросы нет? Да. Да, друзья. Вот так часто бывает в жизни. Ждешь вопроса, ждешь. А его нет. Вот их сразу двое отвечают на ваши вопросы. Один пораньше, другой с задержкой. Вот я буду руку поднимать тут. А потом вы увидите, как она поднимется на экране. Вы смотрите. Вопрос простой. Почему бы вам не написать книгу про тестирование обучающую? Я вам отвечу. Я всю свою жизнь с удовольствием делаю только то, чего до меня никто никогда не делал. То есть, безусловно, в этом есть процесс освоения материала, осмысления и так далее. Но, значит, по тестированию написано столько книг, что даже, знаете, ролики за шарики там зашкаливают от того, сколько написано книг. И я не хочу этим заниматься. Я лучше сделаю что-то такое, чего никто не делает. Вот я, допустим, сейчас вот хочу написать книжку на русском языке об американском джоп-маркете. И я так себе даже план составил. Потом я понял, что это должно быть несколько книжек. Отдельно про резюме, отдельно про интервью, отдельно про поиск работы. Потому что в одну никак не втискивается, логика не идет. Поэтому я сейчас хожу с этими мыслями в голове. Я когда сяду писать, то я уже, я так быстро, она из меня не выстрелит, потому что нужно там много материала поднимать. Это не просто так вот, знаете, как лекцию. Пришел там, отчитал свое и дальше пошел. Если ты книжку пишешь, тогда уже более серьезно и продуманно, и аргументированно, и со ссылками там и так далее. Но никто этого не сделал до сегодняшнего дня. Больше того, при всем при том, что есть тьма тьмущая книжек и про интервью, и про резюме, и про все эти дела. Ни одна из этих книжек не имеет никакого отношения к тому, как мы, новые мигранты, в основном с образованием. Я не говорю про тех, кто там машину водит, а вот про тех, кто с образованием инженера, там ученые и так далее. Вот им как быть. Такой книжки нет в природе. Те книжки, которые написаны для американцев, они и для американцев никуда не годятся. То есть я их все знаю, не то что там я так. Я знаю все эти книжки, они чудовищно написаны. Они настолько узки в своем вот этом видении проблемы и так далее, настолько субъективны, просто кошмар. Я подумал, давай-ка я напишу такую книжку. Но я не хочу учить, будучи иностранцем, я не хочу учить американцев, как им искать работу там на американском рынке. Я не хочу пробиваться через незнание, непонимание, неприятие. Я думаю, пошли вы в задницу. Чтоб я еще там вам что-то доказывал и пробивался. Вот есть люди, которые с интересом прочтут. И польза будет. И вот я так это вижу. Чего я должен тестированию какого-то? Да вы чего? Это ваш последний дом? Или будете продавать, покупать? Нет, мы его построили, чтоб там жить. Это для выхода на пенсию. Ставьте снимающий девайс под большой монитор. Ага, понимаю. Сложно ставить девайс, потому что у меня все-таки стол. Огромная благодарность. В работе... Не понял, сейчас здесь почту. Сейчас тут будет... Сейчас появится сообщение на том игране, я его прочитаю. Нет, нет. Огромная благодарность. Отучился, работаю в крутой компании. А в какой компании? Секрет там, нет? Вот это результат. Понимаете? А что я буду по тестированию книжки на русском языке писать? Или на английском? Salesforce. Понимаю, понимаю. Вопрос Светлане. Что необходимо дать ребенку до пяти лет? Так а где же мы Светлану-то возьмем? Вы чего? Я же на работе. Это вот, если назвать вот то мое отражение Светланой, то я могу спросить там. Что вас подвинуло на то, чтобы открыть свою школу? Ничего не подвинуло. Хотелось и все. Передать вопрос детям до пяти лет. Значит, надо... Я только что Светлане на видео повесил. Вот если вы туда напишите ей в комментарии. Она читает каждый комментарий. В общем, внимательно ищет вопросы на будущие видео. Напишите туда, она будет очень рада. Есть что? Окей. Хотелось, когда еще работали на кого-то. Круто. Понимаете, какая штука? В какой-то момент тебя начинают распирать от чего-то. Распирать. Вот тебя прет прямо, а ты не можешь в себе держать. Так получилось. У меня не было идеи сделать бизнес. Мне вообще не хотелось сделать никакого бизнеса. Я там описываю это, по-моему. Светлана с меня подписку взяла, когда в Америку мы приехали, что я не буду делать никакие школы, никакие бизнесы, что нам надо устраивать свою жизнь. Я расписку давал потом. Я говорю, а что ж ты мне не предъявила? Она говорит, ну ты же как сумасшедший. Говорит, нес я тебя уже невозможно было. Как статус американского университета влияет на карьеру человека? Ну, все-таки к статусу нужен еще и человек. Я просто когда увидел, что есть такая профессия, что есть полно народу, которые не устроены. А тут такая профессия, никто не знает. Знаете как? Я уже остановиться не мог. Мне хотелось спасти все человечество. Вот так и пошел спасать. У Анны есть свои обязанности. Помогает ли она? Она выполняет определенную работу. Какую специальность выбрали сейчас, живя в США для высшего образования? Так от человека зависит как. Кому-то хочется инженером быть. Кому-то хочется, я не знаю, там еще кем-то. Адвокатом. Ученым, я не знаю, психологом. Меня. Какую бы я выбрал профессию для себя? Даже не знаю. Поздно уже. Я вообще инженер. Я инженер. Я как бы по всем, так сказать, своим, как сказать, параметрам. Просто инженер не обязательно будет, как таким молчаном. Разные бывают инженеры. Как я определил, что тестирование будет именно то, что надо. Я не определял. Я работал тестером. Меня случайно занесло. Я вижу, что обалденная штука. Ну вот то, что надо. Можно быстро научиться? Быстро. Быстро значит дешево. Значит для новичка-эмигранта безденежного подходит. Вот. И деньги человеческие. Ну не программистские. Ну так там и усилия какие, господи. Как там мужик, которого взяли с Украины до башни работы проверять? У нас не мужик, у нас проверяет девушка. И она не с Украины. Значит так уже вышло, что не с Украины. Нормально. Очень хорошо работает. Значит и английский замечательный, и опыт в тестировании есть. Все хорошо. Значит я не знал. Я вижу, что вот сегодня это работает. А дальше? А кто знал? Никто не знал. Я и сейчас не знаю. Вот спросите меня. Миша, что будет через год? Откуда я знаю? Вот действительно. Если кто-то вам скажет, что знает, что будет через год. Он неправду говорит. Начинать работать тестировщиком было сложно. Это не было сложно. Меня же взяли на работу просто за то, какой я есть. Я же не говорил, что я там что-то знаю. Меня взяли на работу и я работал. Сложно было не от того, что тестировать. Сложно было от того, что как бы ситуация непонятная, люди, какие-то отношения. Я первый раз оказался в инженерной американской компании. Вот это было. Опыта не было. Ну как не было? Я инженер. Я разработчик цифровой аппаратуры. Как у меня не было опыта? Я писал методики тестирования. Как же не было? Вы что? Я наладчиков в пусконаладке обучал, как тестировать, диагностировать и чинить оборудование, которое мы разрабатывали в нашем КБ. Тест можно пройти, который у вас есть. А цель должна быть. Это электроника, а это софт. Электроника сложнее. Если у меня спросят. Чтобы электронику тестировать, надо 5 лет в институте проучиться. Ещё желательно поработать пару лет, чтобы тестировать электронику. На уровне дизайнов, на уровне схемы. Для того, чтобы софтвер тестировать, достаточно просто пользователем быть и всё. Со здравым смыслом. Электроника намного сложнее. Несопоставимо. Несопоставимо. В мир электроники вы не можете зайти после трёхмесячных курсов и даже после годовых. Вас просто не подпустит никто. На вас будут смотреть так и не видеть. Для того, чтобы попасть в мир электроники на работу, значит, вы должны иметь образование. Ну, или electrical engineering, или computer science, или, ну там, в худшем случае, физику какую-нибудь. Вас просто никто не поймёт, что вы тут делаете. Намного сложнее. То есть, моего образования и опыта работы было на порядок больше, чем на самом деле было нужно для тестирования того, что я там тестировал. Но, ещё раз, сложность была не в этом, сложность была в совершенно другом. Мне дали коробку, там, с test automation tool. Я взял коробку, стал читать описание, написал программу какую-то первую. Я не программист, опять, но я на любом языке что-нибудь напишу, если нужно написать, оно будет работать. Я не имею задачу по программированию какого-нибудь application создания. Нет, я такого не смогу просто сделать. Но то, что касается вот таких, там, по мелочи туда-сюда, что-нибудь написать, чтоб работал. А чё там писать? Я на ассемблере писал. Я в двоичных кодах писал, в шестнадцатиричных кодах писал, в ассемблере писал. Чё я на этом не напишу-то, господи. Вот, поэтому я уже не был совсем такой-то, ну, бухгалтер или там учитель русского языка. Нет. Нет, я инженер. Например, как вы делали дизайн-схем в Союзе? А как делаешь дизайн-схем? Вот, значит, есть требования, значит, делается архитектура, значит, какие-то модули. Значит, дальше каждый модуль отдельно расписывается. Так и делал, а чё там? Это не было сложно. Ну, то есть, там были свои сложности, но это не было. А, компьютеров не было, конечно. Брали лист миллиметровой бумаги, миллиметровка, так называемая. Переворачивали на обратную сторону. И вот на этой светлой стороне, но там всё равно линии просвечивались. Значит, вот так вот эти руки вырисовывали, эти микросхемы. Триггеры, там шифраторы, дешифраторы, там эти мультиплексоры. Вот на той элементной базе, на которой тогда работали, вот на этом и было. Это не сложно всё. Ну, то есть, как? Ну, конечно, надо там, допустим, поучиться чему-то. Да, 55-я серия, да-да-да. Вот та самая 555-я серия. Нет, подождите. 155-я называл. По-моему, на полосах 155-я, не 500. По-моему, так было. 40 лет прошло, понимаете, там 35. По-моему, 155-я называл. Да. 555-й чуть позже. Ну, чуть позже я уже в другом, так сказать, в бизнесе был. 1555-й. Ну, наверное. Наверное. Степень интеграции росла. Потом уже дошло до того, что стали писать в программах, в языках каких-то. В HDL. И пошло, и поехало, и, собственно. Да. Я и здесь преподавал это всё тоже у нас. Когда обвалился интернет-бум, то мы стали электронику преподавать. Так называемый Logic Design Verification. И вот я там тряхнул стариной. Там преподавал схемотехник. Ничего страшного. Нормально всё. Ну, что, народ. Нас тут становится всё меньше. А я уже давно собирался отваливать. У нас 6 часов вечера на местности. И, наверное, я таки и отвалю. Тем более, что и вас там, я смотрю, немного осталось. Давайте. Счастливенько. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok